Анастасия. Вступают люди с различными патологиями и сопутствующими заболеваниями. Очень высокий уровень самого госпиталя. То есть это оснащение и медицинское, и лабораторное. Очень высокий уровень врачебного персонала. Потому что здесь действительно собраны молодые, профессиональные, стремящиеся к повышению своей квалификации врачи. Поэтому очень нравится. Нравится новое рабочее место и Надежде. Она работает в Саяногорском центре помощи и спасения с момента его открытия. Ранее трудилась в Ейской районной больнице. Отмечает, что в новом медучреждении всегда есть все необходимые лекарства. Для пациентов и персонала созданы идеальные условия. А кадры во всех центрах высоко квалифицированные. Обмен опытом и регулярные визиты специалистов из других городов помогают расширить уже существующие знания. При мне уже приезжал врач-пульмонолог из Москвы, эпидемиолог приезжал, врач-реаниматолог и врач УЗИ приезжал. Врачи как-то легко вливаются в коллектив. Отношения у нас дружелюбные. Где-то надо что-то, если помогать, советом каким-то или в работе помочь. Если врач не успевает или медсестра не успевает, с этим проблем нет. У нас все друг другу помогают. Программа поддержки коллективов за счет приезжих специалистов, как и сама идея строительства центров помощи и спасения, также инициатива основателя «Русала» Олега Дерипаски. Итог закономерен. Пациенты знают, что находятся в надежных руках. Доверяют своим врачам. Ирину, жительницу Абакана, привезли с Айоногорское медучреждение на скорой. Когда заболела страшным вирусом, не поняла, рассказывает женщина. Пару дней держалась невысокая температура, а потом состояние резко ухудшилось. Сейчас самое страшное уже позади. Ирина готовится к выписке. Врачи молодцы, им большое спасибо. Они очень внимательные все. От медсестры до врача. То есть интересуются, спрашивают. Если надо, значит, помощь оказывают. Сколько таких «спасибо» приходится на каждого врача или медсестру, сосчитать не представляется возможным. Но можно предположить, что более трех с половиной тысяч. Именно столько пациентов вылечили с момента открытия центров помощи и спасения «Самоотверженные люди» в белых халатах.